ребята всем привет у меня давно возникла идея записать для вас это видео и его спустя очень долгое время наконец-таки решился это сделать ну точнее сказать что я обдумывал как его записать потом у меня было времени наконец-таки время я решил выделить несмотря на то что у прежнего нет как вы знаете что у меня появился ребенок 7 недель назад вот и соответственно количество в свободное время у меня резко просто схлопнулась приходится искать любые возможности чтобы продолжать делать контент небольшой introduction это видео я расскажу вам в этом видео расскажу вам о том как прошли роды у нас с кариной как прошло весь процесс после после родов потом вообще весь процесс всего от момента когда мы поехали в госпиталь до момента сегодняшнего дня когда карина сидит в помещении соседней комнате учиться о креске приспитания на руках я уверен что это видео будет полезно вам для общего развития понимания как происходит весь от родов помогательный процесс Австралии наверняка отличается от такого процесса в ваших странах вот и я надеюсь что оцените мою работу поставив лайк подписавшись на канал и поставив колокольчик а также с него ставите комментарии это будет тоже супер круто потому что как вы все знаете эти все манипуляции продвигают контента я хочу чтобы мои видео мой канал могу увидеть как можно больше людей потому что эта информация которую я стараюсь для вас добавить и рассказывать вряд ли она доступна вообще в открытом доступе ну что поехали как вы знаете те кто следит за мной в инстаграмм фейсбук может быть в телеграмм или кто может видел мои ролики на ютюбе до этого я женился в марте прошлого года скорее мы познакомились в августе позапрошлого года в этом августе будет уже два года я немножко путаюсь в датах потому что все происходит очень быстро с тех моментов до момента как мы с ней познакомились вот и в этом марте 9 марта буквально за три дня до нашей первой годовщины у нас родился сын первенец как у карины так и у меня мне сейчас будет в этом году будет 38 карине 37 вот мы очень счастливы появление первого ребенка и забегая вперед резюмируя скажу что все прошло хорошо это мы мы поехали в новую коридонию чтобы отметить наш медовый месяц после свадьбы в июне прошлого года вот и 9 марта как я уже сказал за три дня буквально на вашей свадьбы родился у нас ребенок потом уж при том что роды самого как бы сама отца беременность проходила достаточно хорошо гладко никаких проблем вот давайте тогда они я расскажу сейчас немножко после того как после одном месяца задержки периода мы сделали тест ну карина сделала тест вот естественно было две полосочки о чем были очень рады вот и потом спустя где-то месяца полтора месяца три мы смогли сделать ультразвук чтобы посмотреть как там плод поживает прикрепился ли он так матки все дела в общем стандартная процедура все по было хорошо вот поскольку карины на данный момент нет медики государственными медицинское страхование у нее своя личная страховка вот она все равно покрывает некоторые части медицинского как сказать обслуживания в плане родов вот но участие пришлось платить за ультразвук например мы платили там 220 долларов вот потом был еще анализ я не помню какой она как бы она корректор конечно тоже сдала вот перед началом беременности она принимала железо потому что делала сдавала кровь на анализ перед началом беременности был немножко низкий гемоглобин вот и естественно так готовила свое тело вот как и сказал уже возвращаясь где мы сделали ультразвук на третий месяц и потом сделали ультразвук уже на 20 какой-то недели по 27 или около того вот здесь в австралии рекомендуют посещение gp каждые две недели вот но поскольку у карины не было мест страховки мы это решили избежать потому что каждое посещение врача это восемьдесят долларов вот возвращают часть через медике возвращается частично до 50 процентов а может даже полностью возвращается но поскольку карина нет страховки там это было бы все из кармана поэтому и посчитали что у нас здоровье у боев нормальная все должно хорошо быть анализы все хорошие все хорошие поэтому она за всю за весь срок беременности за 39 недель она она посещала gp может только два-три раза вот и два раза делали ультразвук и там по-моему один раз или два раза делали забрали короткий анализ до беременности и по-моему один или два во время беременности работу мне удалось ну вот как бы найти позвонили просто предложили работу за одну неделю до начала родов вот я попросил меня побыстрее налять потому что мне важно было работа получше чтобы побольше зарабатывать там и вообще задержать всю семью потому что ну понятное дело вот и мне пошли на встречу меня очень быстро оформили и буквально за неделю до родов меня взяли вот и я потом потом не спрашивали как дела собираюсь взять две недели отгула там коллеги подарили подарочки там перед тем как кристофер появился кто-то отдал свои там игрушки вещи новые причем часто было потом ну короче много нам всякого не барахла могу сказать барахла на всяких вещей детских нам очень много осталось за просто так люди очень открытые добрые и поскольку я сказал что кисти появился 9 марта это был четверг я отработал вплоть до среды понедельник тогда среда понедельник вторник среда и в четверг я отправил сообщение своим начальнику своему сказалось что я не смогу прийти на работу я у меня карина рожает вот соответственно я взял 4 5 месяцев отгул суббота воскресенье тоже и потом в поделик я уже вернулся на работу так вкратце что происходило 9 марта 9 марта у карины начались схватки в районе двух часов дня двух часов ночи прошу прощения и кстати вот коллеги мне посоветовали приложение которое отслеживает схватки и рекомендуют когда нужно готовиться поехать в госпиталь вот и из двух часов ночи до 6 30 утра 4 с половиной часа мы отслеживали схватки где у нас была ложная тревога приложения посоветовала уже ехать но потом мы решили подождать и еще поводили там продолжительность интенсивных схваток и в итоге 6 30 приложение уже 2 литра раза сообщила что все точно надо ехать в госпиталь потому что ребенок подход появится вот соответственно вот любые такие вещи лайфхаки маленькое приложение на телефон сохраняется очень много сил энергии и времени и в общем мы в 6 30 начали собираться собирали сумку у нас на меня на карину всяческие там памперсы и одежду которую часть нам не мои бывшие коллеги прислали по почте часть подарили но и нынешние коллеги короче мы собрали сумку и своим ходом поехали в госпиталь голл кост универский хоспитал это очень крутой институт университета там соответственно обучаются студенты там же и госпиталь находится вот и вообще это очень крутая такая структура кампус такой здоровский кстати забегая еще вперед отходя от темы я скажу что моя меньшинная работа находится непосредственно как бы в близости от этого кампуса и вообще кстати наверное даже можно сказать что на пределах этого кампуса находится поэтому я часто люблю ходить в местную кафешку и быть в этой атмосфере вот и в общем-то мы возвращаясь к родам в 6.30 мы поехали уже в госпиталь своим ходом я там запарковался на парковочку и спокойненько мы дошли и карину приняли две обыкновенные медсестры уложили на койку начали отслеживать прилепили эти два датчика на живот и начали отслеживать пульс сердцебиения кристофера и по сердцебиению пытались определить когда именно стоит ее переводить в палату с акушерами с акушерками вот в этой общей палате там за шторкой то есть было большое помещение была как бы койка и зашторенная вот в этой на этой койке карина провела примерно час вот и потом когда не помню что именно произошло но по моему когда усиливалось сердцебиение интенсивность сердцебиения то карину как бы своим ходом спросили нужно ли ее довести на коляске там на кровати или своим ходом мы решили что она поймут она решила что нападет пешком вот и там буквально метров 30 мы прошли ее на этом же этаже на 3 по моему ее перевели в индивидуальную палату где был была джакузи человек захочет рожать в воде были эти фитболы которые мягкие на которых прыгают знаете была койка вот там соответственно есть уголок с экстренной какой-то помощью там какие-то препараты там какой-то аппарат был видимо для не знаю чего газа там или искусственного дыхания не знаю у меня фотки есть а потом добавлю сюда вот и в этой комнате уже примерно с 8 30 до 12 50 когда криспер появился в это все это время мы провели в этой комнате вот получается 8 30 12 50 ну вот практически 4 4 часа четыре с половиной часа практически вот и там было две акушерки нас приняли вот они постоянно все время находились периодически менялись конечно то есть она там пошла покушать от нас оставалось потом они вдвоем были в этом помещении все время находились рядом вот а у них одежда была совершенно не белые халаты там или какие-то зеленые как у выпустим здесь вместе стер которые берут кровь на анализы вот или как в россии там или щеки в других странах совершенно как бы да такой аутфит удобные как бы штаны зеленые и как-то манишка называется вот но какая-то там была такая вставка внизу ниже ну на уровне не на камере видно здесь покажу где-то вот отсюда и вниз вставка такая веселенькая тут на рукавах тоже какие-то были веселенькие узоры я не знаю делается ли по индивидуальному заказу ли можно купить в магазине ну в общем-то у них был вид такой прикольный при том что в профессионализме их не прошу не приходилось сомневаться и в общем-то они старались поддерживать такую дружественную расслабленную главное расслабленную спокойную атмосферу все это время вот когда нас завели в эту индивидуальную палату карина уложили на койку вот они и по-прежнему были два детектора которые отслеживали сортепиение кристофера вот и собственно в следующие часа три наверное ничего не происходило просто ждали пока кристофер соизволит появиться там как он себя чувствует на мониторе отслеживали все это дело медсестры вот приносили кстати завтрак и приносили обед по моему поели обед я уже видите не помню уже 7 недель прошло 8 неделя прошла кристофера вот сейчас когда записываю это видео 1 мая вот и 9 мая у него бы как раз две два месяца вот но ситуация начала меняться примерно в 1150 то есть это за час до родов карина сказал что она хочет пойти в бассейн как бы там набрали воду теплую и карина захотела чтобы я вместе с ней присутствовал в воде и я это делал вот и в воде мы пробыли где-то 15-20 ничего не получилось потом как бы нас обратно и карину обратно уложили на койку вот она полежала потом она почувствовала что снова как бы как кристофер идет на выход мы снова переместили карину пешком кстати она медленно поднялась и села в бассейн в эту джакузи вот и там у нее отошли воды вот но кристофер сразу не стал появляться и мало того еще интенсивность сердцебиения стала угасать потому что детектор видимо в воде плохо определяли интенсивность собственно сердцебиение поэтому одна из акушерок расстоятельно рекомендовала пройти к койке и рожать стоя собственно что карина сделала и так собственно кристофер появилась я присутствовал при всем процессе от и до вот прямо от момента когда мы поехали в госпиталь до момента когда мы из него выписались и приехали домой с того момента когда весь уже активная активная фаза началась родов я бы сказал что определилась минут 20 максимум типа с пол двенадцатого до с пол первого до 11 до 12 50 вот и появилась голова а потом просто кристофер резко очень быстро выскользнул и карину тут же помогли улечься на койку и тут же молниеносно им передали кристоферу потому что кристофера карине передали потому что первые мгновения это катастрофически важные связи матери и младенца вот ей тут же укололи сделали какой-то уколы я подозреваю что эндорфин вот кристоферу тут же незамедлительно сделали два укола в ноги какие-то вакцины какие сейчас не помню но я постараюсь добавить здесь что за вакцины вот и и и он конечно плакать начал но когда он лег сына грудь и он ему все было хорошо потом через минут 15 мне предложили перерезать пуповину было немножко страстновато потому что я не люблю причинять никому боли там вообще всяческие вот эти вещи перерезания материи для меня это очень как-то щепетильный такой трогательный процесс но тем не менее мне сказали где резать сказали как это будет ощущаться когда что будет ощущаться какая кольца кальмара вот так примерно то есть дали ножницы я просто одним движением сделаю перерезал кариной никто ничего не почувствовал ни каристофера ни карина вот и все и потом потом как бы матку не матка к плаце плаценту ее потом она тоже вышла ее положили на блюдце и нам потом показывали через некоторое время после самих родов насколько я смогу помнить еще акушерки где-то час или полтора были вокруг нас вот а спустя где-то пару часов карину перевели уже в третью палату в индивидуальную где соответственно мы провели следующие следующие две ночи в индивидуальной палате была кровать которая меняла всяческие положения там колен головы тело там всячески как сгибали сгибалась вот и был монитор такой на как сказать на палке или как на манипуляторе на который можно смотреть телек и через который можно заказывать еду свет можно было регулировать разными разной интенсивности была кнопка вызове медсестры и кормили это нас постоянно как-то где-то часов с двух дня 9 марта мы две ночи провели там до воскресенья получается 10 до 11 марта где-то до часа 30 мы провели в этой палате плата классно там была как бы какая койка одноместная для сопрождающего лица одеял не было были какие-то простыни и полотенца был небольшой барчик там куда можно подкать барный холодильник куда можно было класть еду вот и потом начали каждые два часа приходите мед акушерки проверять как состояние и по моему каждые четыре часа менялась акушерка видим когда у предыдущей заканчивалась смена там не знаю сколько часовая идет приходилось следующее я не знаю за эти двое суток нас посетило на человек 10 если не больше разных медсестер акушерок он даже заходил какой-то врач сейчас уже не помню надо сразу записать видео сейчас уже воспоминания немножко теряются у меня поразила крайне дружелюбная расслабленная обстановка никакого вообще стресса никто не давил просто все понимали что рода это такой очень интимный деликатный процесс очень важный в жизни любого человека и первые мгновения это самые важные моменты жизни любого человека который определяет всю последующую судьбу и жизнь и психологию здоровье все что угодно карина потом меня поблагодарила за то что я был все время с ней и мне честно говоря было приятно что я находился при этом процессе природы во время родов я не падал в обморок ничего я просто держался в руках делал то что замолча то что от меня требовалось вот вот так отступление в этой палате как бог открывались на внутренний двор и можно было видеть как противоположным как бы крыле через стекла ходили люди туда-сюда там когда дворик с какими-то растениями все классно вот и в течение двух этих суток я мог спокойно ходить-выходить ходил я съездил домой там какие-то вещи отвез какие-то привез купил еще и привез которую мы поели свободное перемещение было внутри в как бы в родильном помещении от меня не требовали никаких не бахил не халатов не шапочек вообще здорово вот там можно было заваривать кофе по-моему я потом понял что кофе было для медперсонала но мне сказали что там вот здесь кофемашина можно заваривать кофе и кипяток ну собственно что я и делал вот карина двое суток понятное дело не выходила из этой комнаты там она их провела и время пролетело достаточно быстро обстановка была комфортная опять-таки дружелюбная все были приветливые профессионализма всех на высочайшем уровне роды прошли у нас очень легко это такие инсайты которые могу сказать интересный факт что в больнице там клик климат-контроль был поставлен типа на 22 градуса или около того и было весьма прохладно так что я еще укрывался худиком сверху на простыне вот спал в одежде вот такие вот нюансы рекомендовали нам остаться как можно дольше в этой больнице если пока старковка покрывает она пока она покрывала полностью два дня пребывания полностью все роды если нет никаких осложнений у нас слава богу ничего не было все прошло естественным путем вот и мы собственно полностью ровно двое суток мы там находились врачи отслеживали все там параметры кстати карина родилась полностью натуральным образом она дышала газом только немножко но он не особо не помог она не принимала никакие ни анестетики ни анабиотики там еще что-то не морфи ничего она хотела прочувствовать все до конца и вот и я там даже и она благодавно была этому опыту вот так вот я бы так сказал суть по ее словам сейчас 30 где-то в 2 часа воскресенье 11 марта мы собрались и пешком когда вышли из госпитал и отправились домой на парковку я думал сколько будет стоить парковка в итоге за эти двое суток когда я приезжал и уезжал в сумме заплатил может баксов 40 от силы я был приятно удивлен потому что я ожидал что когда мы приехали в госпитал и через сутки когда первый раз туда выехал потому что тоже все это время находился вот с кариной я думал что он как в сидниле 50-70 баксов наверное капает ну нет там было порядка 30 долларов что вообще ни о чем и потом мы приехали домой у нас уже была кровать которую мы купили все мы приготовили вот и последующие двое-трое суток просто просто естественно только кушал писал и и спал если можно так выразиться и спал на 16 часов пусть мы смогли более-менее выспаться в школе в первую очередь вот и собственно так прошел месяц первый месяц который был самый сложный особенно первые две недели когда мы конечно нужно было адаптироваться потому что уже не получится спать по 8 с половиной часов без перерыва придется спать по полтора-два часа там первые двое-трое суток он стал долго но потом естественно ему нужно было кушать чаще он начал расти быстро вот и так прошел наш первый месяц в принципе не особо стрессово но пришлось привыкать что спать придется по чуть-чуть и урывать любую возможность чтобы поспать спустя две недели мы пошли к джи пи нам проверили все там параметры как он растет сколько вес был и так далее и так далее это все было в норме кстати вес природок был 2200 2990 грамм 52 сантиметра по моему у него была длина вот потом второй раз мы посетили джи пи уже только на шестую неделю когда ему поставили второй череду там трех вакцин остальное время мы сами с прибывали с кристофером как бы отдельно врачей не особо вас посещали то есть два раза только за пор как он появился вот и кстати вот еще забыл добавить что после родов по моему через пять дней приходила акушерка домой проверить все его параметры как он опять же себя чувствует там общий осмотр вот и она хотела пройти еще через неделю то есть через две недели после рождения но карина отказалась потому что ей не понравилась акушерка которая была она усомнилась в его профессионализме и общей эмпатии и так далее ну видимо акушерки которые ездят по домам у них это как бы не те акушерки которые работают в госпитале я бы так сказал такая вот история в общем как бы целом крупными крупными мазками если у вас будут еще какие-то вопросы обязательно пишите комментарии пишите мне в инстаграм вот что я еще могу добавить сейчас карина в соседней комнате мы купили арго бэйби и такая знаете фиг штучка которая держит ребенка на груди у матери к с ним ходить там что-то делать вот он прекрасно в этой штуке засыпает карина может что-то делать что еще коляска коляска нас есть мы с ним гуляем и первый раз пошли гулять уже помчились две недели с ним первый раз выход сделали вообще сейчас спустя вот уже почти 8 недель я считаю что мы практически полностью вернулись в нашу рутина до того появился кристофер делаем все что мы хайкали уже через месяц как он появился вот ходим на пляже там карина вчера вчера была 30 апреля ездила на велосипеде забрал там на пляже в общем то мы сразу договорились что после появления кристофера сразу как только он станет более менее крепким и чуть чуть более самостоятельным и терпеливым терпимым или терпеливым мы возвращаемся в нашу рутину потому что это очень катастрофически важно это очень важно чтобы сохранить семью потому что я много раз слышал как пары буквально через два года после после рождения детей разводятся потому что их жизнь кардинально меняется соответственно уже 22 те человека которые встретились они уже становятся другими женщина полностью уходит детей мужчина начинает там ковыряться в гараже пивайсик там еще и не дай бог щекинь левак какой-нибудь вот поэтому мы договорились что мы все возвращаемся в нашу рутину кристофер появился в нашей жизни вот но он не является центром нашей вселенной центром нашей вселенной являемся мы наша любовь наша семья наша семья в первую очередь мы оба кристофер это плод нашей людей так вот мы договорились и естественно кристоферу иногда приходится адаптироваться под нас иногда приходится нам адаптироваться под него но в итоге это мы предоставляем ему заботу а не он нам как бы да и он зависит от нас а не от него такой как бы расклад вы понимаете да о чем я говорю соответственно и это и когда мне говорили что вся наша жизнь переведется с ног на голову когда появится кристофер что типа добро пожаловать в клуб вечно усталых что все теперь в жизни не будет такой как она была я такой хорошо хорошо посмотрим посмотрим и что нужно сказать что для меня сейчас это не работает жизнь стала другой она не стала сложнее она стала как по английски более челленджи челлендж как бы вызов вызов да то есть она более такая призывает тебя жизнь или сам кристофер быть более организованным максимально использовать во время доступное которое она его стал его еще меньше как она схлопнулась просто 5 минут вот и приходится максимально использовать это время как пример посмотрите сейчас время без 10 5 здесь в год кости 1 мая уже солнце садится осень поздняя осень если может так сказать австралия может быть освещение не самое лучшее до времени самое лучшее но я тем не менее нахожу время чтобы записать этот ролик о котором я давно думал чтобы его сделать яркий пример о том как мы используем наше время эффективно дети что могу сказать они появляются судя по всему меня отношу жизнь к лучшему и я еще слышал такой нюанс что дети это индикатор если отношения в семье плохие то ребенок не улучшит их и соответственно если они хорошие он как индикатор сделать их только лучше нашем случае мы скорее познакомились встретились познакомились как бы на такой подъеме эмоциональном и прошли оба через огни и воды и медные трубы там через каждой своей нервотрепки эмоциональную работу и когда мы оба пришли как бы решили сделали всю работу в голове были стали готовы завести семью вот когда мы встретились и у нас все просто идет вверх и нам это все очень нравится и как бы то что тут у нас все будет хорошо и как бы крестфер это было запланированный как бы проект мы подготовились насколько могли мы очень любим нашего сына и любим еще больше друг друга я поражен какой прекрасной матерью является карина она говорит что я очень хороший отец тоже она меня очень опришеет и собственно видите нужно ко всему подходить организованно и дети продумано дети это конечно же проект как любой бизнес-проект какой угодно проект как бы это не звучало может быть кощунственно или еще как-то но это проект которым нужно быть готовыми ментально в первую очередь финансово естественно тоже хотя бы ну как хотя бы процентов на 50 вот и не ждать ни в коем случае у моря погоды там когда вы купите дом когда в этом разбогатеете когда будет работа получше мы завели крест и краю далеко не самое лучшее время когда я сидел на контрактах у меня один контракт закончился потом я работал еще полтора месяца на на низкооплачиваемой работе до едва поддерживая нас на плаву потому что карина не могла работать уже зажигая свои накопления теперь не работал лучше гораздо легче и больше оплачиваемая так что мы решили не ждать мы решили что мы в этом году заводим ребенка во что бы то ни стало и соответственно двигаемся дальше вот такой вот у меня был монолог я надеюсь что вам понравилось опять же прошу вас ставить лайк оставлять комментарий подписываться на канал потому что все это очень важно для продвижения именно этого видео именно этого канала потому что как уже говорил это очень важно чтобы люди могли видеть контент я не думаю что потом еще расскажет больше так более подробно искать подсюду подноготную то чего мне не хватало когда я готовился к иммиграции вот так же подписывайтесь на мой инстаграм-канал вот и я буду ждать вас новых видео до скорой встречи а